Здравствуйте, наши дорогие друзья и гости нашего канала! С вами, как обычно, я Ольга и у нас новый день. С утра, как обычно, у нас был завтрак. Потом я пробежалась с визитом к вам, ко всем, кто ко мне зашел. И теперь пора заняться домашними делами. Вот этот соус я вам уже показывала, что я хочу. С ним приготовить рыбку. Вот такая у меня сегодня рыбка. И буду на обед готовить нам с Мишей рыбку. Рыбку я просто поджарю на сковороде, как обычно. Затем добавлю туда лучок и мой голландский соус. И хорошенечко протомлю рыбку. Это будет очень-очень вкусно. Жарить буду, как обычно, на био-рапсовом маслице. Оно очищенное и вкусное. И можно на нем, кстати, жарить. Рыбка у нас обжаривается. Также я буду обжаривать лучок. Вот так до золотистости пожарю лучок. Сверху сейчас буду выкладывать обжаренную рыбку. Вот так. Заливаем голландским соусом. Перчим и накрываем крышечкой. Пусть томится на медленном огне. Рыбка у нас почти готова. А я тем временем займусь запеканкой из кабачков. Это тоже очень вкусно. Для запеканки из кабачков кабачки нарезать надо тоненькими вот такими вот полукольцами. Вот так. Просто. Обычно. Я думаю, вы все знаете. Это простой и быстрый рецепт кабачки с творогом и сыром. Запеканка очень-очень вкусная. А мы наконец-то дождались тепла, теплой погоды. Эту неделю у нас передают под 30 градусов все время. Поэтому пойдем потом пообедаем и пойдем немножечко погуляем. Хочется походить, погулять. Вот именно по такой вот погодке, когда она теплая. Как-то уже лето все-таки заканчивается. И хочется немножечко хотя бы тепла. Не хочется, чтобы скоро заканчивалось все это. Но, к сожалению, лето очень-очень быстротечно. Оно проходит в мгновение ока. И мы даже не замечаем, как оно пролетает. И последние теплые денечки, конечно, хочется провести на солнышке. Погулять, подышать свежим воздухом, полюбоваться травками на лугах. Теперь мы с вами быстренько готовим заливочку. Кабачки у нас уже порезаны. Теперь в творог добавляем яйца. Ну, в общем-то, показывать я вам не буду этот рецепт. Я думаю, вы и сами его все знаете. Поэтому зачем одно и то же повторять? Думаю, вы сейчас сами все готовите все из кабачков. И в том числе эту запеканку. А я сегодня пробежалась у вас. Вы все ставите прививки. И что-то я задумалась, может быть, нам тоже поставить уже прививку. Даже не знаю. Как-то все в раздумьях. То ли надо, то ли не надо. Вообще, наш сын вернулся из своей командировки. Ну, и он был в двух командировках. Я же вам рассказывала. Вот один раз он ездил в Апфранк на майне. А второй раз он ездил в Ляпциг. И, в общем-то, они точно так же. Они же там питались, ходили в ресторан. Все это оплачивала фирма. И поэтому он говорит, приходишь в ресторан, там просто спрашивают. Ты переболел короной? Или там есть у тебя прививочный паспорт? Поставил ты уже прививку или нет? Он говорит, нет, у меня нет ни то, ни другое. Они говорят, ну тогда вот оставь свои координаты на всякий случай. Все. А так? Пускают в рестораны. Везде все сидят толпой рядышком друг с другом. Ничего, говорит, вообще абсолютно никаких там особых ограничений. И ничего вообще не зная. В общем-то, сомнения одолевают. То ли нужна она эта прививка, то ли она пока не нужна. В общем-то, думаем, думаем, думаем. А я тут уже почти приготовила заливочку для нашей запеканки. Это очень, кстати, вкусная запеканка. Не знаю, может быть, вы и не знаете этот рецепт. Если не знаете, я могу его сделать вам и показать. А в принципе, это очень легкий, но очень-очень вкусный рецептик. Кабачки с творожком, с сыром. Это очень-очень вкусно. Ну вот, одна новиночка у меня в этом блюде, конечно, будет. Я хочу сегодня добавить вот этот вот сыр. Мы его просто закоптили. И я хочу попробовать сюда добавить именно копченый сыр. Думаю, какая-то такая нотка будет копчененькая. Будет еще вкуснее. Очень ароматный, кстати, получился, друзья. Если вы любите копченый сыр, коптите у себя на балконе. Это очень просто, быстро и вкусно. А, аромат прекрасный. На прогулочке. А у нас здесь вот такие яблочки. Наливные, красивые. Просто розовенькие бачка. Красота. Урожаи поспевают. Катишься, катишься, можно остановиться. Попробовать яблочко вкусное. Или сливу, или алычу. А яблоки спеют и уже отпадывают. А вкусные какие. Супер. А пока у нас хорошая жаркая погода. Я, наверное, сейчас немножечко нарву. Нарежу тоненькими пластиками. И на солнышке посушу. Ну, и я приехала сюда за перечной мятой. Надюша, крошки-брошки. Вы мне советовали. Вот я пришла нарвать немножечко мяты. И насушу ее. Смотрите, какая она здесь хорошенькая. Вот сейчас я пакетик взяла и в него буду рвать. Ну, очень ароматная. Вот просто ее рву и уже запах везде. Вокруг меня прелесть. Просто такая красота. Немножечко, мне кажется, я припозднилась. Посмотрите-ка. Она вроде бы как уже немножко староватая становится. Нет. Вообще-то я, честно сказать, мяту перечную никогда не брала. Ну, посмотрите, скажите мне, посоветуйте. Не слишком ли я уже поздно за ней приехала. Мы здесь проезжаем мимо кукурузы. И я хотела вам показать, какая она уже большая. Она прям тверденькая уже, прям такая хорошая. Хочу понюхать. Ммм, как пахнет кукурузой, господи. Напоминает детство. Я помню, мы в детстве волосы отрывали, играли, куклам парики делали. Ну, а, конечно, молочную кукурузу мы всю ее изгрызали. Так было интересно. Очень. Ну, высокая, я даже не знаю, она, наверное, метр два с половиной, ей-богу. Такая высочистная. И такой тенечек в ней хороший. Ой, вообще. Супер. А сегодня такая жара, что просто невыносимая. Я просто сжарилась. Сейчас идем и говорю, господи, ну зачем мы поехали на велосипедах? Такая жара на дворе. А мы катаемся. Ужас. Пешком надо было где-нибудь в тенечке ходить. А Миша уже вон где. В общем, мы поднимаемся на горку. И так тяжело велосипед тащить. Он у меня такой тяжелый. И вот он забрал ему велосипед и свой катит их. Говорит, а ты иди немножко поотдыхай. Ну, вот я отдыхаю, а заодно снимаю вам. А, кстати, сейчас Мишанька нам отправил сообщение, что Меечке уже лучше. И он завтра едет ее забирать. Так что съездим завтра, посмотрим, как она будет себя чувствовать. Я надеюсь, что наше маленькое солнышко обязательно выздоровеет. Как вспомню ее напуганные глазки в клинике с чужими людьми и все прочее. Прямо аж сердце разрывается и плакать хочется. Ну, а мы уже доехали до соседней деревни. И вот возвращаемся домой. И здесь вот остановились. Немножечко отдохнуть. Возле Гангольфа. Под этим деревцем. Так хорошо, прохладненько здесь. Да, на солнце сегодня, конечно, так-то 27 передают, а на солнце еще больше. И все равно прогулка мне нравится. А у нас сегодня косят. Вот, смотрите, все сложили в волки. Красота такая. Просто я не смогла даже мимо пройти. Сено так пахнет, такой запах. Настоящий деревенский. Ну и, конечно же, косят наш урожай пшеничку. Хозяин приехал и скашивает свои поля. Вон там работает. В общем-то, все уже поспело. Поэтому везде уже быстренько надо скашивать. Пока хорошая погода, теплая, недождливая. И везде работают трактора. Осень спешит к нам быстрыми-быстрыми шагами. Вон трактор. Работает. В общем, люди убирают урожай полным ходом. Вообще на всех полях гудят трактора. Куда ни глянь, везде все жужжит. Ну и вот мы приехали уже в свой лес. И на этом, друзья, я буду заканчивать нашу с вами прогулочку. Как всегда, я вам желаю всего самого доброго, прекрасного настроения. Радуйтесь каждому новому дню, потому что лето скоро закончится. Ловите каждый последний лучик о солнце. И пусть все у вас будет прекрасно. Подписывайтесь, ставьте лайки. И будьте друзья всегда вместе с нами. С вами, как обычно, была я, Ольга. Пока-пока. Это маленькое полчасовое. Вот такая у меня получилась запеканка из кабачка и творога. Это она на среде. Я уже отрезала кусочек Миши. Он ее кушает и говорит, что это очень-очень вкусно. Да, Миша? Очень сочно. Можно есть. Вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.